Здравствуйте, мои дорогие и любимые друзья! Это ваш второй прогноз на 2 июля. Как всегда, пройдемся по всем знакам зодиакам и вытащим по одной карте для каждого знака. Первая карта для наших дорогих и любимых овнов. Десятка. Десятка Пентакли. Здесь завершение какого-то цикла, получение какого-то результата. Это кульминация, это достижение, это какой-то финансовый рост, может быть, финансовые какие-то достижения. Успешные вложения какие-то, инвестиции. Может быть, это ваш бизнес дает вам такой потрясающий доход. Может быть, появляются деньги на недвижимость. Здесь вы будете делать какие-то ценные покупки, заключать какую-то сделку финансовую с кем-то. Либо, может быть, этот день приведете именно в семье, где вы будете, может быть, что-то отмечать, праздновать. Либо будете отмечать свои какие-то достижения, свой успех здесь. Потому что здесь именно человек будет радоваться, радоваться своему результату, который он получил. Потому что он что-то делал, он делал какие-то действия. И здесь пришло время получить этот результат. И где он будет именно делиться с этим результатом в семье. Либо, может быть, здесь какая-то ценная покупка может быть еще. Телец. Четверка. Четверка мечей – карта отдыха. Либо карта каких-то пауз. Потому что здесь, может быть, что-то приостановится, замедлится. Замедлится какой-то темп в каком-то движении. Потому что здесь произойдет какая-то пауза. И нужно здесь будет подождать. Это момент ожидания. Либо, может быть, вы самостоятельно сделаете какую-то паузу. Потому что, может быть, не уверены в чем-то. Не уверены в следующем шаге действий. Вам нужно что-то понять, осознать. И здесь вы не торопитесь. Не торопитесь принять сам решение. Либо для того, чтобы сделать какие-то выводы. Может быть, вы ждете кого-либо звонка, письма. Каких-то документов, может быть. А в плане отдыха здесь человек работал, переутомление. Очень много работает. Не следит за своим питанием, может быть. За собой, за своим здоровьем. Здесь именно как будто нужно будет отоспаться, выспаться в этот день. Заняться ничем, может быть. Просто провести этот день в спокойствии. И попытаться отдохнуть. Восстановить энергию, может быть. Близнецы. Паш. Паш Мечей. Получится ли какие-то известия, новости. Может быть, будете начинать оформлять какие-то документы. Заниматься какой-то документальной волокитой. Здесь что-то будет на начинающем этапе. Может быть, придут какие-то новые идеи в голову. Здесь будете развивать какой-то план действия. Вносить ясность, четкость в какую-то ситуацию, может быть, придется. Если вы будете строить план, это как начало нового. Какого-то плана, потому что пришли какие-то новые идеи, может быть. Либо человек принимает решение, что он хочет пойти обучаться каким-то навыкам здесь. Либо будете решать вопросы обучения своего ребенка, если у вас есть дети. Рак. Семерка. Семерка Мечей. Здесь человек убегает или избегает какого-то разговора, либо убегает откуда-то, от какой-то компании, от чего-то. Втихаря. Да, потому что здесь, может быть, не хочет какого-то конфликта и просто он избегает общения с кем-то. Либо, может быть, он пошел куда-то, ему не понравятся, может быть, люди, окружение. И здесь именно как будто он просто хочет молча, тише уйти. Это один вариант. А второй вариант может быть, когда кто-то за вашей спиной именно ведет себя вот так вот скрыто, что-то недоговаривает, обманывает. Может быть, нечестен, неверен. Здесь, может быть, именно делает какие-то действия за вашей спиной. И здесь, может быть, вы что-то узнаете. Но здесь нужно быть осторожными со своими идеями, потому что здесь человек может присвоить то, что принадлежит вам. Ваши какие-то идеи, ваш какой-то проект выдать за свой. Либо, может быть, здесь физически что-то у вас украсть. Поэтому здесь нужно быть осторожными и внимательными со своими ценностями. Наверное, это не карта доверия, поэтому здесь не стоит доверять кому-то. Особенно, если у вас есть какие-то планы на будущее. Здесь, наверное, не нужно делиться, не нужно рассказывать это кому-то. Может быть, человек позавидует. Может быть, человек может навредить или подставить ножку. Это в зависимости от личной ситуации, конечно. Но рекомендация здесь, наверное, все-таки лучше не делиться ни с кем. Держать что-то при себе до тех пор, пока вы не реализуете. Так что будьте внимательными со своими ценностями и не доверяйте никому в этот день. Лев. Туз. Туз мечей. Здесь будете начинать что-то новое. Потому что тузы в раскладе символизируют начало новой возможности. Может быть, придет какая-то новая идея, новый проект, новая работа, обучение. Может быть, человек возвращается обратно в институт, потому что хочет, может быть, обучаться каким-то новым навыкам. Либо здесь, может быть, нужно будет нести ясность, четкость в какую-то ситуацию. Принять решение здесь. Сказать, как отрезать. Говорить свое мнение. Коммуницировать, узнавать, собирать какие-то документы, может быть, какую-то информацию. Но что-то здесь нужно будет собрать для того, чтобы начать что-то новое. Здесь именно нужно будет собрать какую-то информацию, узнать что-то от кого-то здесь. Построить какой-то план, принять решение здесь. И тогда начинать делать какой-то первый шаг для реализации вашего плана. Вот так еще может быть. Дева. Карта смерть, старший аркан. Здесь может быть, знаете, завершение чего-то, когда человек ставит точку, заканчивает что-то. Заканчивает какие-то отношения, проект, ситуация какая-то заканчивается. Отношения могут быть и родственные, и дружеские здесь, и, может быть, с вашим партнером. Потому что здесь как будто напрягало, постоянно были какие-то скандалы, нюансы, претензии, проверки, контроль. Здесь была токсика в отношениях. И здесь вот именно как будто человек принимает решение, и он ставит точку в этих отношениях. Это может быть и так. Также, может быть, нужно будет избавляться от чего-то ненужного. Например, будете чистить дома, убираться, заведете генеральную уборку, затеете, может быть, начнете избавляться от своих старых вещей. Прочищать пространство для нового чего-то, потому что это также еще и трансформация. Это какие-то перемены, это внутренняя трансформация. Это, может быть, начинаются какие-то перемены в вашей жизни, и вы начинаете их видеть. Поэтому что-то будет меняться в этот день, что-то может поменяться, ситуация какая-то может поменяться. Может быть, и в отношениях. Может быть, вы сами решите поменяться, потому что вы не захотите жертвовать собой ради кого-то больше. И начнете для этого что-то делать. Весы. Верховная жрица, старший аркан. Здесь то, что было скрытым, неясным, непонятным для вас, здесь что-то прояснится. Может быть, кто-то раскроет ваш секрет, может быть, вы узнаете тайну о ком-то здесь. Ну, здесь какая-то ситуация может проясниться. Либо, может быть, здесь это духовный рост, это поглубление, это коннекция с космосом. Это вы получаете хорошую информацию, потому что здесь развита интуиция. Это для тех, кто занимается эзотерикой, например. Здесь также, может быть, вы пойдете обучаться чему-то. Может быть, вы проявите интерес к эзотерике. Может быть, вы начнете изучать себя. Это как познакомиться с собой. Потому что вы будете, может быть, делать какие-то практики для того, чтобы узнать себя лучше. Либо здесь, может быть, вы консультируете уже. И здесь будете давать какие-то консультации в этот день, и будете достаточно занятыми. Но, как я сказала, здесь будет очень хороший поток информации, очень прекрасная связь с космосом здесь будет для вас, если вы, конечно, консультируете клиентов. Либо еще вариант здесь может быть, когда вы окажетесь в какой-то ситуации, где вы не будете знать, как поступить в той или иной ситуации. Здесь нужно будет взять мудрый совет у такого человека, который вам будет подсказывать что-то, помогать вам разъяснить какую-то ситуацию, может быть. Либо, может быть, на самом деле вы пойдете на прием, может быть, к торологу или к астрологу здесь. Вы будете проходить эту консультацию, может быть. Скорпио. Карта влюбленная, старший аркан. Сотрудничество, договоренность, партнерство, контракт, заключение сделки здесь, делать что-то вместе, вдвоем, взаимопонимание, обмен эмоциональный, любовь, теплота, потому что здесь два человека стремятся к одному и тому же. Отношения переходят на другой уровень здесь по этой карте. Здесь, может быть, вам ваш партнер предлагает выйти замуж за него, например. Либо, может быть, здесь вы переезжаете и начинаете жить вместе. Вот, может быть, вы приобретете что-то вдвоем, снимете, либо купите вдвоем что-то. Ну, что-то вдвоем будете делать здесь, да. Либо это для вас, может быть, ваш бизнес-партнер, с кем вы будете заключать какую-то сделку. Может быть, будет какое-то общение, какие-то переговоры. Может быть, вы будете договариваться, коллаборация какая-то может произойти. Вот, очень будете общительными в этот день, будете пытаться договориться с кем-то. Также еще здесь, может быть, когда будете обсуждать кого-то даже по этой карте. Стрелец. Двойка. Двойка Пентаклей. Нужно будет сделать какой-то выбор, потому что здесь как будто нужно будет жонглировать вашими финансами. Для кого-то это может быть нестабильная финансовая ситуация. Человеку нужно сделать какой-то выбор. Может быть, он хочет взять для себя какие-то дополнительные финансовые ответственности, например, как суду, кредит. Может быть, вы хотите оплачивать обучение, либо, может быть, вы хотите купить вторую недвижимость. Здесь как будто человек думает. Ему именно нужно построить какой-то план, что-то проанализировать, потому что это не карта риска. Поэтому прежде чем брать какую-то финансовую ответственность на себя, здесь нужно именно обсудить свои финансы, построить план, проанализировать ваши расходы, доходы. Осилите ли вы это или нет, прежде чем, наверное, вступать в это. Это один вариант. А второй вариант здесь может быть, как будто у человека может еще появиться второй источник дохода. Может быть, он думает, пойти ли ему устроиться на вторую работу, потому что у него, может быть, есть какая-то ответственность на данный момент, и ему нужны дополнительные денежки. Конечно, они всем нужны, но здесь может быть какая-то определенная ситуация. Либо, может быть, человек что-то сделал, и именно здесь, может быть, появляется второй источник дохода. Это как иметь что-то так же одну и хотеть еще одну. Да, это одно образование, хочу второе. Есть одна квартира, хочу вторую. Есть один бизнес, хочу второй. И так далее. Козерог. Восьмерка. Восьмерка мечей, ограничения, страхи, переживания, волнение, может быть, нерешительность. Потому что здесь как будто что-то зависит не от вас лично, а от самой ситуации. Человек очень переживает, очень, может быть, волнуется по какому-то поводу. Потому что здесь, может быть, он не может что-то поменять, потому что из-за какой-то ситуации, в которой он находится. Может быть, он вынужден в этой ситуации находиться на данный момент. Просто он не готов что-то менять. Либо это просто ваши какие-то убеждения, негативные какие-то мысли. Может быть, вас кто-то не понимает, не поддерживает ваших каких-то действий. И человеку приходится действовать в одиночку здесь Либо какая-то ситуация в очередной раз повторяется Либо есть какая-то тема И очень сильно вы за нее переживаете Потому что, может быть, нужно что-то делать Может быть, что-то связано с документами Может быть, что-то связано с семьей или с отношениями Как будто человек вот здесь именно не готов что-то менять Хотя его не устраивает там, где он находится Его не устраивает ситуация, в которую он попал Но как будто на данный момент он предпочтет остаться в этой ситуации И не менять ничего Потому что именно он как будто не готов сделать какой-то шаг Водолей Пятерка Пятерка жезлов Здесь может быть какая-то конкуренция Здесь может быть спор, скандал с кем-то Может быть, конфликтная ситуация с кем-то Это напряжение Когда вы будете чувствовать себя под напряжением здесь Когда, может быть, произойдет какой-то неприятный разговор Может быть, вы будете принимать участие в соревнованиях в позитивном случае Либо здесь именно как будто нужно будет полагаться на себя в чем-то Если вы рассчитываете на кого-то здесь Здесь, наверное, все-таки нужно рассчитывать на себя Потому что здесь вас не поймут, здесь вас не поддержат Здесь, может быть, это еще внутренняя какая-то вражда, борьба Когда вы, может быть, вините себя за что-то, за какой-то поступок Ну, как будто будете немножко чувствовать себя под напряжением здесь в этот день Может быть, что-то спровоцирует вас на какую-то спору Рыбы Тройка Тройка мечей Огорчение, слезы, переживания Здесь волнение, душевная боль Сердечная боль Здесь может быть Когда человек очень переживает И очень переживает болезненно за какую-то ситуацию Потому что здесь происходят какие-то события Которые его очень сильно расстраивают И здесь именно, может быть, он поглубляется в эти эмоции Это может быть какой-то разговор с кем-то неприятный состоится Какое-то разногласие Либо здесь ваш партнер вас резко может обидеть чем-то Ну, что-то скажет, может быть, такое вам не понравится Это вас заденет, это вас ранит Потому что вы будете очень чувствительными в этот день Либо это может быть просто Как пойдете куда-то в магазин И продавец просто грубьяном и хамом окажется И просто испортит вам настроение Может быть, ненадолго Либо здесь что-то еще может быть связано С какими-то новостями Ну, это такие новости, если вы получите Может вас расстроить Какой-то звонок Может быть, новости от врача Может быть, это какие-то новости С вашей личной какой-то ситуацией Или там с какими-то делами, которые вы сейчас решаете Может что-то здесь вас расстроить Огорчить в чем-то Вот Ну, так еще может проиграться Вот такой у нас с вами получился расклад Мои дорогие друзья Я вам желаю удачи и успехов Хорошего вам дня Солнечного вам настроения Если вы до сих пор не подписаны на моем канале Буду очень благодарна, если вы подпишетесь Заранее благодарю вас за вашу поддержку Огромное спасибо за ваше внимание До завтра Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok